меня не было два дня и первым делом я конечно же не за яйцами иду а иду смотреть цыплят с кучкой как они без меня были здесь а дня а потом придем и соберем яйца а пока что мы с вами идем смотреть в очку с цыплятами так тут марсик обитал здесь обжились наши новоселы тоже зайдем с вами потом проверим какие яйца тут у нас снесены да здесь у меня в этом домике живут куры араукана это жители этого домика куры араукана еще я вам прошлом видео не показала как мы сделали чашечные поилки этим куром бак с водой стоит и чашечные поилки ведро с водой было подстраховочная ну и короче тут я уже заболталась хочется быстро посмотреть на кочку идемте смотреть давайте скорее зайдем посмотрим как же наша кочка без нас здесь сидела уже ходят по всему вольеру уже все гуляют ходят ой какие интересные классные какие ой какие мосюнчики корм у них вода есть кстати была полная банка смотрите сколько выпили ой какие интересные классные один беленький прячет прячет не показывать ну покажи нам красавца свои вот такие красотолики а у нас сейчас выводятся цыплята под другой кочкой пойду сейчас смотреть их какие у нас там красавчики вылупились там будут цыплята от моих курочек от моих помесных вот таких вот красивых курочек и петушков там сейчас выводятся ваши детки идемте посмотрим мне очень интересно кто там уже вывелся сегодня двадцать первый день здесь в этом ящике у меня сидит еще одна курица которая сегодня двадцать первый день начинает выводить цыплят и вот я хочу показать как это я все оборудую возможно кому-то это пригодится вот для этого я и показываю у меня квочки сидят без присмотра то есть это у меня дачный вариант и я здесь не проживаю вот так вот я курочек оставляю и они сами тут сидят ставлю воду еду и курица вот в таком ящике на яйцах и обязательно закрываю со всех сторон вот так вот сеткой это нужно сделать обязательно потому что курица может встать с гнезда покушать попить и пойти куда-то гулять она должна находиться возле яиц ни в коем случае никуда не уйти в том случае когда вы там находитесь рядом с квочкой вы всегда можете это проконтролировать но так как у меня это все на дистанционном хозяйстве можно так сказать поэтому вот так вот это все я приспосабливаю и поэтому показываю для того чтобы может быть кому-то пригодится мой опыт ну что ж будем смотреть сейчас сколько цыплят уже у нас вылупилось сегодня двадцать первые сутки сейчас я уберу вот эту всю конструкцию и будем рассматривать подхожу к курице а тут тишина все тихо тишина волнительно волнительно ну давайте будем смотреть что-то странно очень тихо а ну-ка а ну-ка а ну-ка ой вы себе не представляете что я там вижу а ну-ка сейчас и вы увидите несмотря на то что там тихо вот какая красота здесь вот какие красавчики смотрите ой-мые хорошие ой-мые хорошие ты кто ты кто 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 твоя мамка я не поняла так а ну-ка ну-ка кто еще есть о еще один кадр самые шустрики а ну-ка уберем скорлупу я сразу убираю чтобы не мешало и вот еще убираю ой смотрите кто о вот он какой с хохолком вот он какой красивый уже обсох так о эти еще яйца ну ну конечно я тебе мешаю конечно так а ну-ка еще что у нас светленькие будут сегодня или что что ты хочешь этим сказать так а ну-ка давайте сейчас посмотрим ой еще скорлупу забираю еще скорлупа есть забираю шустряк уже не хочет под мамкой сидеть ему уже тепленько ой смотрите кто тут давненько вылупился наверное вчера уже такой шустрый может быть и вчера вечером уже был так вот по моему вылупливается смотрите как хорошо видно вот он идет вот видно все его не трогаем кладу под крылышко пусть выводится сам ничего не трогаю так еще скорлупу убираю вот процесс идет и думаю мешать мы не будем пока и покажу курицу которая досиживала нам яйца от квочки вот почему я говорю очень хорошо когда две кучки сразу одна идет с цыплятами а вторая досиживает ее яйца вот смотрите какие два красавчика вывелись пока меня не было два дня и вот они уже ну может быть день назад вылупились и бегают и бегают вот смотрите какие красавчики китайский шелковый а второй это от моих кур вот так вот досиживает другая курица цыплят от первой квочки конечно же эти цыплята пойдут к той квочке которая сейчас вылупляет цыплят не может здесь скучно сидеть а ну-ка давай мне их давай а ты еще посиди у тебя еще есть немножко яиц здесь один так и два второго давай давай не припрятывай его не припрятывай видишь какая спятала давай оп вот эти два красотулика идут курица которая сейчас выводит цыплят они должны пропахнуть ее запахом только после этого пойдут в сарай этой маме квочки мы их и положим вот так под крылышко все давай давай прячься прячься все пусть они посидят под ней здесь а я пока подготовлю в курятнике место для этой квочки с цыплятами а пока они должны приобрести запах этой курицы 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 нач chase Субтитры сделал DimaTorzok У этой курицы я побелила уже все стены. Красиво сделала. Два цыпленка тоже побелила случайно. Извиняюсь, но вытерла быстро. А теперь готовлю к второй крочке вот этот загон. Вот это все мне сейчас нужно привести в порядок. Все эти стены. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а теперь можно и яйца собрать. Идемте, заглядывайте в ведро. Ну смотри, смотри. Ничего не принесла. Ничего. У вас полные кормушки. Полные бункерные кормушки. Что вам еще от меня надо? Идемте собирать яйца. Сегодня будет не так много, потому что это за два дня. Яйца будут за два дня. Ну надо было так на стыке заложить. Вот так вот и попадает помет в яйцеприемник. Так. Популярные, смотрю, вот это одно гнездо. В одно несутся. Так. Собираем яйца. Это будет у нас сбор яиц за два дня. Так. Открываем гнезда. Ну неплохо. И за два дня. И неплохо, смотрю. И за два дня тоже так хорошо снесли. Вот так. Аккуратненько. Собираем. И тут тебе надо позаглядывать. Маленькое яйцо. Курочка выносится. Так. Так. У моих кур зерно. Зерносмесь, если точнее сказать, в свободном доступе двадцать четыре часа в сутки. Ещё сидит курица, несётся. Ещё будет яйцо. Здравствуйте. Профессор пришёл собирать яйца. Что ты хочешь? Я тебя покормила. Что ты ещё хочешь? Ты же покушал. Ты со мной собирать яйца пришёл, да? Ой, ты мой помощник золотой. Золотой ты мой помощник. Ой, ой, такой же ж помощник. Ой, помощник. Марсик. Марсик. Ой, такая пипетка ты, малая. Всё, не отвлекай нас. Мы занимаемся серьёзной работой. Мы собираем яйца. Ага. Вот, а я думала, что здесь курица сидела и два петуха возле неё. Ага, вот что должно было быть. Яйцо. Так, и в металлическом гнезде три яйца. Три яйца за два дня. Так. Прекрасно. Всё. Это яйца с первого отсека. Идёмте ещё во второй. И, конечно же, не надо забывать поставить на сесты. Может быть, какая-то курочка ещё снесёт яйцо нам сегодня. Об этом не нужно забывать. На сесты ставлю. Кормовая ракушка, зерносмесь и куски мела. Куски мела лежат. Кто хочет, клюёт. Вот так вот. И освещение у меня круглые сутки. Идёмте во второй отсек за второй порцией яиц. раз, вот так удобно, раз. И внутри я закрыла. И идём дальше. Сюда я ещё не заходила. Что там летит? Захожу сюда вместе с вами. И сразу видим. Вот такое видим. Какая-то курица снесла прямо на пол яйцо. Очень редко такое бывает у меня. Ну вот. Раз в несколько месяцев такое бывает. А скорее всего, эта курица снеслась вон туда. Ага, там уже организовали гнездо. И какая-то просто греблась и выкатила оттуда. Скорее всего. Так, забираем его. И по той курице надо проверить. Там тоже, наверное, яйца есть. Давайте сначала полезем под на сесты, под гнёзда проверим. А ну. А ну. Отходи, 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 отходи. Ну да. А ты не квочка случайно? В чём дело? В чём дело? Очень поздно вы становитесь квочками. А ты что хотела? Я забираю эти яйца. Так. Всё, никаких здесь гнёзд. Забывайте про это гнездо. За этой курочкой надо наблюдать. Смотрите. Скорее всего, наседка. Не хватало мне опять. Хватит мне уже квочек. Хватит. Начнём с нижнего гнезда. Вот. Ну, здесь вот все яйца. Вот. Завираем. Крупненькое такое. Ага. Это ещё не всё. Вот ещё. Вот ещё. Вон, смотрите, ещё сколько. Ого. Наверное, надо открывать эту крышку. Посыпется с неё. Но ничего страшного. Я потом уберу. Вот сколько ещё спрятали яиц от нас. Так. И тут. Вот яйца. Ну вот. А теперь уже, скорее всего, собрали все. И, естественно, здесь всё это аккуратно я щёточкой выметаю. Если нет разбитых яиц, всё сухо, мыть не обязательно. Просто щёточкой вытереть. И ещё у нас есть верхние гнёзда, которые... Вот. Здравствуйте. С такой дыркой. Сейчас покажу. Вот такая дырка в этом гнезде. К ней идёт уклон со всех сторон. И где бы не сидела курочка в этом гнезде, яйцо скатится в этот яйцеприёмник. Выдвигаем. Здесь сегодня два яйца за два дня. Так. Ты не квочка? А ну. Видите, как курица сидит? Спокойно. На дырке сидит. Ей всё равно. Очень даже похоже на квочку. Очень даже похоже. Смотрите. Что мы потеряли тут? А ты что хочешь? Вот эта курица квокчет, но не садится. Такое тоже может быть. Она уже месяц квокчет, но не садится на яйца. Бывают и такие случаи, пока она сама не сядет, никто её никогда не заставит сесть на яйца. И даже не пытайтесь. Так. Так. И проверяю сразу гнёзда. Вот эта курица чёрная, которая сидит, тоже она квокчет, сидит в гнезде, но на яйца она не садится. Бывают и такие куры. Бывают очень. Куры все очень разные. У них у всех разный характер. Поэтому, если у меня квочка высиживает цыплят, она у меня остаётся пожизненно жить в курятнике. Вот сколько она захочет, столько она и будет жить. Потому что хорошую квочку, отличную, исключительную квочку нужно держать у себя в курятнике в хозяйстве. Пригодится. Красотульки мои. Мягенькие такие, красивенькие. Всё. Ну, вот такой вот у нас урожай яиц. Это яйца. Я приехала раньше сегодня из-за квочки, потому что у меня выводятся цыплята. И поэтому получается, что яйца собрала за два дня. А теперь мы ещё ходим в третье место за яйцами. Это в наш новый курятник, в котором живут у нас араукана. И мы идём за голубыми яйцами. Возле этого курятника растёт шелковица. здесь растёт чёрная шелковица. И я думаю, что курочки арауканы очень рады этому, потому что шелковица падает, и для курочки это лакомство. Так, показывайте, что у вас. открываем домик, открываем этот курятник. Ого! Яйцо, которое мы подложили пластиковое, валяется аж в другом конце этого курятника. Так, помёт на поддоне есть, значит, курочки ночуют уже в нём. Ну и посмотрим, что у нас в гнезде. Ага, всё классно! Курочки несутся там, где мы хотим. Это у нас искусственное яйцо. Всё-таки выкинулось гнезда. Видите, как хозяйничает? Не хочет, чтобы здесь лежало искусственное яйцо. Ага. Четыре яйца! За два дня четыре яйца, значит, обе курочки несутся. Класс! Обе курочки араукана, значит, у нас несутся. сейчас я их всех заберу. Обе курочки несутся. За два дня четыре яйца. Класс! Пришла проверять, кто тут хозяйничает, кто тут забирает её яйца. Это я забрала. Ты разрешаешь мне? Араукана! Это яйцо нужно обязательно убрать, потому что она может там возле него организовать себе гнездо. и покладу-ка я эти яйца вот в это гнездо. Вот в это гнездо соседнее. Пусть и туда уже учатся. В яйцеприёмник скатывается пусть яйца. А здесь одно ставлю. Вот так вот я приучаю кур нестись в гнёзда с яйцеприёмником. Всё делаем постепенно. Пока полежат эти два яйца, тоже курочка поинтересуется. Может быть мне и здесь нести подумает. Ну всё. Я рада, что курочкам понравился этот домик. Они здесь ночуют. И вообще если даже уже несутся, стресса никакого у них нет, всё отлично. Молодцы. Молодцы. яйца, которые ещё не успели довывестись, я отнесла, положила под другую квочку, которые проклюнулись, которые уже лезут цыплята. Я их отнесла под квочку. Сейчас покажу куда. Теперь у нас яйца наклюнутые, которые довыводятся. Здесь все яйца. А эту курицу с цыплятами, которые уже вывелись, мы отправляем в курятник. Идём. Давай. Давай, малышей. Давай. Давай. Давай, малышей. ну, где они там у тебя все? Ага, вот. А это будет желторотики. Все будут жёлтенькие, наверное. У той курицы все чёрные, а у этой все светлые. А ну-ка, ну-ка, ещё что-то есть у тебя? Вот, есть. Ой, только вывелся. уже обсох, но он такой прям шелковистый. Есть. Вот этот китайский шёлковый от той курочки чёрненькой, но ей мы уже его давать не будем, потому что он уже пахнет другой курицей, во-первых, а во-вторых, он немножечко меньше, чем все. А, вон ещё зайчик. Иди, иди, хорошенький. Иди, иди. Так, пока что вот столько рыжек квочка нам довыводит все остальные. В курятник пойдём, 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 моя дорогая. Вот. Вот так высидели всё. Все остальные яйца уехали под рыжую квочку. А мы идём все в курятник. Не показала я вам, как мы шли в курятник, потому что на улице ужасный ливень. И мы под ливнем вот шли вместе с курицей и с цыплятами. Не получилось мне вам показать. Вот так вот я готовлю в уголочке место для курочки. Вот так вот. Садись, садись, я тебе буду сейчас давать. Буду давать. садись, садись, даю, 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 да, укладывайся, умачивайся. Даю тебе всех, даю. Вот так вот. Вот так вот. Всех из мисочки выдаю курице. Садись, садись, садись. Будешь здесь жить, да, чистенько. Побелила я все стены, они подсохнут, будет еще красивее, это еще они мокрые. Так, китайский шелковый один сюда попал. Ничего страшного, все равно они все будут в два месяца расти вместе. Слышите, какой гром? Ой, как страшно цыпком. А вот этот только вывелся, я его от самый животик туда. Вот так. Все. Проверяем, все ли мы выложили. Все цыплята ушли под клочку. Это наш зонтик был на дожде. Вот. Подготовила я вот такую кормушку. Вот такая кормушка для цыплят годится только буквально на первые две недели. Потом цыплята подрастут и начнут ее лапами грибти и переворачивать. Поэтому вот так вот я ее ставлю, но это на первое время. Все. Сейчас главное, чтобы курочка посидела немножко. Можно даже первое время корм пока не ставить в первый день, но так как я уезжаю, так как у меня курочка будет сама здесь нячий цыплят, я корм уже поставила. И вот так вот пусть она сидит. А я тем временем буду наблюдать за рыжей курицей. И как только там что-то будет, кто-то выводится, я и буду приносить этих цыплят. Вот так вот всегда у меня происходит. Все. Теперь у нас в этом загончике будет жить две квочки и рядышком вторая. Мне задавали вопрос, можно ли, чтобы две квочки были в одном помещении? Просто вместе. Я вам не рекомендую вместе держать две квочки в одной загородке, потому что это будут сплошные драки. Это будет нервотрепка. Очень-очень редко попадаются такие квочки, которые дружат между собой, которые не будут защищать своих цыплят. Поэтому лучше, когда квочки сидят отдельно друг от друга. вот одна квочка и через загородку вторая. Пришли к маме квочки. твой еще один, еще один. Давай, 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 давай. Все, сиди, сиди. Чита там ножки, слабкие ножки Чита выглядывает. Ну, вот хорошо, пока курица сидит не ходит, мы под нее будем подносить вновь вылупившиеся цыплята. У рыжей будут вылупливаться, а эта будет выгревать, и уже она тут на постоянном месте, уже в курятнике сидит. Вот так удобно сразу, когда есть одна сидящая запасная кочка. И тут смотрите, даже не под квочкой, значит им тут тепло, когда цыплятам холодно, они сразу же убегают под квочку. А тут лежат на травке. вот уже вырываю остатки. вот моя редисочка. И буду сеять уже новую следующую партию. Убирать и на место нее уже сеять другую. Это сорт Селеста. Вот такая редиска классная. Все, я вот эту всю убираю и сею новую редиску. вот еще одна квочка вытянула с гнезда. Квочка сидела вот тут в гнезде. Марсик, что там у тебя в домике происходит? А? Давай посмотрим. А что тут у нас происходит? Ага! Ну, кто б сомневался? Иди. Иди, мой хороший. Иди. Прогнала тебя кошка, да? Прогнала тебя курица. Марсика. Сиди в своем домике. Сиди. Курица выгнала, наверное, Марсика. Вот так. Вот так. иди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возле этого нового домика мы сделали чашечные поилки. Это очень облегчает труд. Вот такая бочка, небольшая, этого достаточно. И от неё подводится вода. Это очень облегчает труд. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Хочу вам показать сахарную шелковицу Это не черная шелковица, это сахарная Шелковица бывает черная и белая И еще у нас ее называют сахарной Вот это и есть белая шелковица Какая она вкусная Если бы мне сейчас предложили конфеты вместо шелковицы Я бы отказалась Это очень вкусно Вот она первая такая вот Как бы такая сиреневая А вот через неделю Она будет белая И огромная Она очень вкусная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok